Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 марта, у нас заканчивается вот этот вот теплый период, про который я говорила. Сейчас присяду на бортик, удобнее так. Кто предыдущий видеоролик не смотрел, как я высчитываю дату высадки в теплицу томатов, видите, я показывала, что у нас вот теплое окно было 5 дней, потом нас ожидают сейчас 4 дня с очень низкими температурами ночными, и потом уже начнется такой благоприятный период, когда можно будет высадить томаты на постоянное место. И вот это вот теплое окно позволило мне вынести томаты в теплицу, и как бы они прошли здесь адаптацию к тепличным условиям. Были холодные ночи, тут было и жарко днем. Сейчас 8 утра, у нас минус 3 на улице, как вы видите, еще по-прежнему снег, но 2 или 3 было ярких солнечных дня, немного убавили высоту сугробов, снега стало меньше. Сейчас расскажу про температурные показатели. Вы видите, что томаты мои уже под пленочкой. Если первые 2 дня они стояли просто так, то вчерашний день это был рубеж, то есть заканчивался теплый период, и уже, ну видно, что пасмурная погода, уже немножко так холодновато. И вот на сегодняшнюю ночь уже прогнозируют предполагаемую температуру синоптики где-то минус 9 на каких-то сайтах, на каких-то даже минус 14. Это значит, что мы, вот эти вот томаты, я сегодня занесу домой. Это значит, что мы адаптацию закончили, и 4 дня придется еще потерпеть в духоте, в комнатных условиях. Но зато через 4 дня я их вынесу и сразу начну высаживать, потому что они уже привыкли к теплице, они тут стоят уже раз, два, три. Сегодня будет, по-моему, четвертый день. Про температуру я заикнулась. Вот смотрите, сейчас минус 3 на улице, ничего не тает. Вот этот, который висит, 5 градусов. Внутри, у меня, я же как занимаюсь мониторингом, можно сказать, все температуры проверяю. Внутри под пленкой уже 10 градусов. Это вот прекрасная для них температура, томаты при 10 градусах хорошо растут, развиваются. Ну как растут, они не вытягиваются, но они растут. И температура почвы там, я уж не полезу, не буду вытаскивать, 12 градусов. Еще раз говорю, они не вкопаны в землю, они стоят в контейнерах. Вот хочу еще раз дополнить, как уточнить о том, что когда я говорила, что ранняя высадка томатов, ранняя высадка томатов, и я всегда добавляю, что если вы хотите высадить томаты рано, у вас на погоду-то мы, конечно, надеемся, что у нас вот солнышко прогревало все эти дни, но у вас всегда должны быть подручные средства для утепления томатов. Я вот на сегодняшнюю ночь их утеплила. Они бы простояли, конечно, и так, потому что сегодня еще было не очень холодно, минус 3 всего на улице. Но так, как я уже ожидала вот этого прихода холодного фронта, я поставила дуги, я укрыла сначала, вот у меня там, сначала вот этим нетканым полотном, потом вот этой пленочкой. Они хотя все тоненькие, но так как вот эта многослойность получается, там все равно оно создается у них микроклимат, как мини-парничок. И там, видите, насколько теплее на улице минус 3? Воздух 5 градусов. В тепличке в этой уже плюс 10. Тут работали у меня, конечно, ночью инфракрасные обогреватели, днем они не работали, потому что днем температура сама по себе поднимается. Все, сегодня нам осталось вот с этими томатами прожить 23, 24, 25, 26 и 27. Уже начнется тепло. Впереди 4 холодных дня с ужасно низкими показателями. Я говорю, даже до минус 14, до минус 17 ожидается. Конечно, эти дни мы просидим дома, но 27, 28 марта мы снова сюда вернемся. Я их высажу в лунки, которые уже ждут их. Замечу, что в такой же теплице, но в необогреваемой, в поликарбонатовой, я сейчас посмотрела, показатель температурный ноль. То есть сама по себе без обогрева теплица не сильно, как, не намного теплее в ней, то есть на улице минус 3, а в теплице ноль. И все, кто в этом году, например, поставит теплицу впервые или осенью поставили, собираются весной высаживать, хочу еще раз напомнить, что сама по себе теплица без солнца. Ей брать тепло неоткуда, и она очень быстро в пасмурную погоду остывает. Если вы будете высаживать пораньше, но я уж про март не говорю, даже в мае, если вы будете высаживать, когда есть угроза возвратных заморозков, если у вас нет обогрева вот такого, как бы стационарного, электрического, обязательно нужно иметь вот какие-то такие укрывные материалы, дуги, все это нужно запасаться заранее. И как только вы услышите прогноз о заморозках, о понижении температуры, нужно укутывать их заранее. Вот я своих вчера укутала, они поэтому прожили ночь прекрасно, без всяких, без стрессов. Я уже показывала, что я первый день их не укрыла, они стрессанули, я их эпином оприскивала. Сегодняшняя ночь прошла без стрессов. Все. Кому интересно о самой ранней-ранней моей высадке, теперь репортаж из теплицы будет только через 4 дня, потому что 4 дня мы будем сидеть дома с чемоданчиками, на низком старте, готовиться к высадке. Ничего особенного мы делать не будем, конечно, просто стаканы будут стоять на стеллажах и мучаться от сухого нашего воздуха, от духоты. Им так здесь понравилось, они даже немножко позеленели. Все, до свидания. Сначала я решила на этом и закончить, попрощаться, а потом подумала, скажут, ну самое интересное они показали, как там чувствуют себя помидоры, может быть их там уже нет. Решила открыть и еще минуточку вам видео записать, показать, как чувствуют себя помидоры. Помидоры стоят бодрячком, все у них нормально, 10 градусов у них там было в парничке. Но сейчас я открыла их, потому что температура сейчас днем будет, конечно, повышаться в этой теплице, и уже будет здесь не 5, а тоже 8 или 10. Все, до свидания. Теперь уж точно.